Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животки. Сегодня на ужин для своей семьи я буду готовить куриные тефтели. Хочу с Вами поделиться очень хорошим, вкусным рецептом приготовления куриных тефтелей. Для приготовления нам понадобится куриный фарш 600 грамм. Сегодня у меня куриное филе. Фарш будем готовить самостоятельно. Можно купить уже готовый фарш в магазине, но я все-таки предпочитаю делать фарш дома. Поэтому сегодня для приготовления фарша я беру куриное филе. Можно взять куриные бедра, также отлично подойдут. Но самый простой вариант, конечно же, будет филе. Также нам понадобится отварной рис. Пол стакана сухого риса необходимо отварить до готовности, не подсаливая. Также нам понадобится мука, 1 столовая ложка с горкой, растительное масло, сметана 1,5-2 столовые ложки, 1 луковица среднего размера и 1 плавленый сырок. Соль и специи. Из специи мы берем черный молотый перец, Паприку молотую. Приблизительно одну, чуть-чуть может больше с горкой ложки. Также нам понадобится приблизительно пол чайной ложки без горки мускатного ореха. Не обязательно ингредиент, но будет достаточно очень вкусно. И нам понадобится где-то 1 чайная ложка базилика и пол чайной ложки специй для курицы. Вот эти специи это готовые специи, которые продаются для приготовления различных куриных блюд. Итак, фарш можно приготовить в мясорубке, можно измельчить в блендере. Сегодня буду измельчать я в блендере. Поэтому первым делом сразу подготовлю ингредиенты для блендера. На небольшие кусочки измельчу лук, чтобы удобно было все это измельчать в блендере. Куриное филе также нарезаю на кусочки, которые будет удобно погружать в блендер либо в мясорубку. Мясо и лук немного измельчили и первым делом будем перебивать лук в блендере. Погружаем лук в чашу блендера и измельчаем. Измельченный лук я перекладываю в миску, где буду вымешивать затем все ингредиенты. Сюда же теперь отправляем мясо и будем измельчать. Измельчаем куриное филе. Лук и фарш измельчили и сюда же я отправляю готовый рис. Чтобы наши тефтели были еще вкуснее, сюда потру на мелкой терке плавленый сыр. Можно потереть немного твердого сыра, грамм сто. Но с плавленым сыром будет вообще очень очень вкусно. Сыр я уже потерла. Теперь нам фарш необходимо конечно же подсолить. Подсоливаю фарш по вкусу. Пробуйте чтобы они были умеренно солеными, но не очень. Так как мы еще будем солить с вами подливу. И немного перчу фарш. И сюда же отправляю пол чайной ложечки специй для курицы. Теперь хорошенько вымешиваем все это дело руками. Чтобы равномерно все ингредиенты у нас перемешались. Яйцо мы не добавляем. Так как рис и сыр будут отлично держать вместе форму. И без яйца будут гораздо нежнее и сочнее тефтели. Фарш вымешала. Приступаем формировать тефтели. Берем форму в которой будем готовить. Форму я смазываю небольшим количеством растительного масла. Чтобы удобно было формировать тефтели, берем небольшое количество водички. И вот так вот смачиваем руки в воде. И формируем тевтельки. Вот так тогда фарш не липнет к рукам. И они получаются красивые. И все это делается быстро и просто. Тевтели сформированы. Приступаем готовить соус для подливы. Я хорошо разогреваю сковороду с растительным маслом. И сюда отправляю небольшое количество сметаны. Чтобы немного ее обжарить. Сюда же я отправляю специи. Паприку, базилик, немного мускатного ореха. И черный молотый перец. Подсаливаю хорошенько. И перемешиваю. Когда мы сметану со специями немного пропассировали. Добавляю небольшое количество воды. Сюда отправляю 1 столовую ложку муки. Перемешиваю. И когда подлива начнет закипать, она густеет. Она довольно-таки густая. Можно сделать обратным путем. Можно сначала разогреть растительное масло. Туда добавить муку. Немного обжарить, буквально минутку. И затем добавлять сметану, воду и специи. Но мне вот так делать гораздо удобнее. И теперь добавляю больше воды. И даю подливе закипеть. Подлива закипела. И теперь горячей подливой заливаем наши тефтели. Отправляем тефтели готовиться в хорошо разогретую духовку до 180-200 градусов. До готовности. Это приблизительно 40-45 минут. Мои тефтели уже готовы. Вот такие вот аппетитные получились тефтели из куриного фарша. Тефтели очень вкусные, нежные. И подлива к ним также очень вкусная. Будет сочетаться отлично с любым гарниром. Рецепт достаточно прост. Ничего сложного в приготовлении нет. Занимает минимум времени. Но получается очень вкусно. И надеюсь, что результат вас порадует. Если вы любите блюда, приготовленные из курицы, из куриного фарша. Обязательно попробуйте такие тефтели. Я желаю вам всего хорошего, друзья. Приятного вам аппетита. И до новых встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много очень вкусных и интересных рецептов.